Добрый день, как говорится. То есть оно не совсем стрим. И потом я экспортирую это все на YouTube, чтобы оно было как летсплей, но в реальном времени. То есть не смонтированный и никак не обработанный. Поэтому часто бывает из-за всяких технических непонятных мне причин звук отстает. Например, в предыдущей части Aero звук внутриигровой почему-то опаздывал где-то на секунду. При том, что видео и голос были созвучны. Я не знаю, как это чинить и почему оно происходит. Иногда получается, иногда не получается. Ну это такие детали. Окей. А, ну и серия вот этих сеговских. Ну вот, в сеге круто вот так вот в реальном времени все проходить. Потому что оно дает осознать масштабы игры. Потому что когда, например, даже смотришь обзор на какую-то игру, то в нем показываются просто разные куски игры. И те, кто может играл в не самые удачные, могут подумать, что в ней мало всего. Или там, ну что она недостаточно большая. А когда вот так вот все показываешь и комментируешь по ходу, это очень прикольно получается. Поэтому мне такой формат больше всего нравится. При том, что я всегда записываю, по сути, игровой процесс, чтобы потом может из него смонтировать что-то. Но я понимаю, что это не дает полного представления об игре. И, ну, мне очень нравится такой формат, когда все буквально, как бы, по ходу комментируется. При том, что я и так не все говорю, что хочу сказать потом по поводу игры. О! Так, это было вступление такое ненужное, потому что он не всегда начинает записывать. Он где-то бывает минуты целые вырезает из начала, поэтому я еще не уверен, что он записывает. Проверить никак нельзя. Кстати, по-моему, музыка слишком громкая. Я не помню, насколько было. Сейчас надо кое-что ждет. Минус 16. Минус 17 децибел. И голос на минус 4. Может, чуть-чуть больше, потому что... Вот это тоже так интересно. Но я специально, знаешь ли, я специально делаю максимально необработанное, потому что, если я буду пытаться делать обработанное, то перфекционизм будет мешать мне заканчивать что-либо. И из-за этого вообще никак не будет. Лучше уж как-нибудь, чем вообще никак. Так что... Тут, короче, не увидела стена. И тут есть этот враг, вот этот самый опасный. Так, тихо, я просто его не буду трогать. О, кстати, я осознал в тот раз, что, оказывается, нужно всех врагов убивать для того, чтобы в конце давали бонусу, да, Perfect Round. Поэтому, я сейчас схожу наверх, возьму звезды. И тут явно вообще такое... Даже не пытались они скрыть. О, у меня... Не работало, как чувствовал. Или тут какой-то вдруг... А, не. О, странно. Мне нравится, как отсвечиваются грани цветов. Вот, например, вокруг дерева такая как будто полоска светлая, как будто он наслаивается поверх... Оно странный эффект дает, короче. Ну, это не запланировано, естественно. Еще я постоянно на таймер смотрю, а потом вспоминаю, что тут уж не важно вообще. А, еще, да, самая большая сложность у меня в том, что я потратил все свои... Сколько у меня было? 30 жизней на предыдущем уровне, на одном-дом моменте, где надо было прыжок обычный делать. И теперь, короче... Эй, что-то не так, как-то дернано. Анимация не должна быть такой... Ну, как будто бы кадр попадает. Так что мне, короче, надо сейчас пойти туда и справиться с этим. На него вообще звезда действует. Я вот потратил все только что, и... Какое впечатление, что оно вообще все равно... О, есть! Оно его таки ранило, хорошо. Эээ, да, потратил все жизни, у меня вот осталось всего 4 жизней, а мне нужно еще пройти вот этот мир и еще следующий мир. Я хочу всю игру пройти, как бы, и, ну, будет очень обидно, если мне придется там как-то загружать или еще что-то, и так будет вообще не то. Поэтому я хочу, как минимум, этот уровень пройти сейчас, имея вот эти 4 жизни, потому что там потом еще континью будет. Поэтому мне надо, короче, этот уровень пройти очень аккуратно. Я это говорю, но я не уверен, что у меня получится. Кстати, тут как бы углубление, но сверху это вообще нет. Вообще еще... Ну, это не случайно. Мне так нравится это место вообще, и тот факт, что на этом уровне нету целей никаких. До этого все время надо было то там на платформы запрыгивать, то через кольца прыгать, там такое. А тут музыка такая громкая, честно говоря. Но я уже и так понизил максимально. Хм, надеюсь, что надо. А тут вот впервые, как бы такой, типа глоток свободы, или как это называется, ну, типа свежего воздуха. то есть до этого он был, получается, в цирке, потом был на парке, вот это, и сейчас он выбрался именно на волю. Он, ну, на горизонте еще видны очертания, это, ну, палаток всех цирковых. А тут именно еще и, ну, саму территорию так классно сделали. Она как открытая такая вся, и как такая заброшенная, и вот сам уровень, ты посмотри, как тут, вот если идет вот так, потом, ну, целое поле, потом сразу какое-то озеро, оно так, знаешь, дает, ой, что я совсем, у меня 1% здоров. Оно именно, вот, как, ну, такая, как дикая территория, ну, в плане, необжитая местность такая, как будто он просто вот бежит, и вокруг такие поля именно, и вот эти мне нравятся еще перила, вот тут которые, они такие, ну, как такое, типа, как там, ранчо, или, ну, вот эти вот, такие, места. Я не знаю, как это. Так. А, кстати, я обычно иду сразу наверх, но в этот раз я хотел проверить все здесь, но тут, похоже, ничего особо нет. Мне, похоже, наверх не нужно. А может, это альтернативный путь, сейчас, короче, схожу прямо. Потом, может, вернусь сейчас, я не уверен. Там наверху просто классно. Еще у меня одна из песен, о, у меня, похоже, наоборот, наверху. Одна из песен на, ну, на этой локации, как бы, в этом мире. О, это же песен. Мне кажется, да. Да, похоже. Так. Одна из музык на этом уровне мне нравилась, но я не уверен, что это, потому что она какая-то слишком задорная. По-моему, вот на следующем будет более спокойная такая. Так, я наверху. О, не уверен, какая, какая дорога правильная. И хочется все собрать, я аж, мне нравится просто, когда в конце там пишут, типа, перфектраун. И да, и, получается, я в тот раз, когда играл, я, ну, выбирал не нападать на некоторых врагов, но потом, оказывается, в конце, когда считают, типа, enemies defeated, то оно учитывается. И тут для того, чтобы получить вот этот условную такую награду в виде надпися перфектраунд, нужно просто со всеми сразиться. Оу! Например, с вот этим. Раз, три, четыре. Окей! О, а, это был бонус. И тут бы, кто-то бы развернулся, увидя шипы, но я-то знаю, что в этой сцене что-то может быть. Воу! Ух, хорошо. О, это все, я надеюсь. А то, на второй части этой игры, вообще, почти в каждой стене вот такие тайники. Классные шипы, кстати. Мне нравится, что они, ну, выглядят как такие стволы розовых деревьев, например, и у них шипы по сторонам, но при этом они не повреждают по сторонам. И оно так прикольно, когда подходишь на плотную к шипам. Мне еще нравится, когда в играх, короче, о, сюда можно. Фух, да. Я примерно прикинул, где это, поэтому смог рискнуть. Тут очень опасно тем, что вот экран очень долго за мной, ну, не поспевает. Как бы я убегаю уже вперед, когда с горы особенно бегу, вот, и я теперь, он, я на самом краю экрана, оно мешает. Ну, опасно. так, шесть вверх. Вот эти деревья мне не нравятся тем, что они как телепорт действуют. То есть, если я сейчас упаду, оно не просто... О, даже насюда можно. Вау. Вот, например, я не знаю, как вот до того всего дотянуться. Может, я туда потом спаду. А, нет, нормально. Просто можно упасть. Я так рад, что время уже закончилось. Мне нравится исследовать все на своих собственных, как бы, термсах. Э, воу, тут же должен быть хайник. Нет? О, так он. А, а тут что же выжить? Хм, подожди, так и тут? Да, странно. Вот, обычно вот так вот происходит. Мне нравится, что стрелки визайта-да показывают, как бы, не определяя, с вами не определялись. О, судя по тому, что тут тайник, это может быть выигр. Ха, и задание уровня Find the Exit. О, мое любимое место. Е-е-е-е. А, нет, это не то. На следующем уровне там будет место. Да, тут не очень. Хотя, короче, у меня в детстве была такая, ну, не то, что привычка, а, короче, традиция. Я когда до сюда доходил, я прыгал тут и... Не, это не здесь. Я покажу потом. С этой сферы. Там что-то, там что-то есть. О, леталка, вот. Смотри. Ого. Круто, я сломал игру. Мое любимое занятие вообще в любой игре это находить места, где нельзя находиться. Да, это не здесь, это на следующем уровне. Мне тут так нравится. Вот вообще, вот этот мир, это вот мое самое любимое место вообще во всей игре. Ну, цирк тоже классный, потому что он такой весь, ну, противоречивый, то есть там и мрачность, и веселость сочетаются очень интересно. Но вот этот уровень, это вообще, это именно вот такой вот самый-самый пик свободы, аэро. О, а еще больше будет пиком следующий уровень, где надо на этой, ну, на торзанке, не, на банджи, короче, раскачивать. Вот как? Как до него достаешься? надо дождаться. О, вот, вот. Дождаться пока он падает. Ха! А, я понял, да, смотри, надо вот так, и теперь... О, нет, он все равно не ныряет. Мне нужно его убить, чтобы в перфект раунд. Так, ха! Ну, вот как? О, есть, фух, наконец-то. Ну, я умер, но это не страшно, потому что еще аж 4 жизни, но обидно все равно. Просто я так много здоровья потратил, я только еще подобрал 4 звездочки и все равно так сейчас будет летающий. Нет. Это, похоже, выход уже. О, нет, о. О. Блин, он так близко к... Я не уверен, что... О, есть, нормально. Что-то лечу до него. Ага, это основной путь, значит, надо еще раз сюда. Сейчас шипы, шипы сверху. О, вот тут. Ага, вот сейчас. А, нет, кстати, тут максимально. Ей. Так же классно вообще, когда вот много места, и оно такое... Вот, кстати, да, у меня странные противочечивые, опять же, ощущения по поводу открытых уровней. Вот, например, в Сонике мне не нравилось в первых уровнях, что там очень много вариантов, куда можно пойти, и ты, как бы куда ни пошел, все равно придешь к выходу, и это заставляет тебя почувствовать, как будто ты его очень много пропустил, и потом, ну, не хочется даже дальше играть, потому что, ну, ты уверен, что кучу всего пропустил, я не повторяю. Вау, тут, тут в таком странном этом. Так, а что я там сверху опять же пропустил? Короче, да, мне не очень нравится именно многовариантные уровни, где и хоть так, хоть так можно проходить. Оно заставляет ощущиться, как будто ты что-то не так делаешь, или, ну, короче, много вариантов, это еще хуже, чем когда они очень, как, так, что-то. Это все для здоровья, что? Еее! Так, теперь это сюда, а, 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 как же что-нибудь так? Ага, вот, хорошо. Я хочу реально из этого сделать первый грант. Все собрать и всех врагов победить. О, есть, Все-таки, знаешь ли, когда игра любимая, надо ее и, treat as such. When the game is your favorite, you have to, it's, it's only fitting to treat it as such. That's what I'm trying to say. Okay. Here is a cool place. ahhh, я тут рискую потерять эту, по-моему, вот это вот. А, нет, там тут форма сверху. Тут, короче, вот эти горы на фоне, я всегда пытаюсь подравняться прямо, ну, наравне с ними и потом вот так подпрыгнуть и он расправляет крылья как раз между ними. Но это не на этом уровне, это на следующем будет. И, я, ну, ставлю на паузу там игру и у меня даже фотка была такая на телефоне, ну, еще когда, тогда, когда нельзя было иначе никак. Так, а ну что тут? А ну тут с намеком. О! Страшно, честно говоря. Ого, такое огромное пространство. Так, вот это вот. О, этот все-таки, да, он тут. Ау! Еееей! Его все-таки зяточка повредила, я надеюсь. Разве это все? Тут только здоровье? О, странно. Да, вот они во второй части почти все уровни будут, если вы, ну, невидимыми стенами наполняете. Ого, тут еще и жизнь. Сейчас надо бы долететь доверху. Там, по-моему, будут шапы как раз. О, нет. Так, и вот этот еще здоровье. Кстати, вот мне нравится, что моментом все еще сохранил. Ах! Чуть-чуть. О, теперь не сохранил, странно. Ах! Он просто по диагонали перемещается, и поэтому... О! Поэтому трудно вертикально расположенный пример подбирать. Таким образом. Ееее! С первого раза круто! Это, по-моему, другой был. Это не тот, который умеет подпрыживать. Ну, конечно. Они сейчас вот так ставят анонда врагов, прямо, а-а-а, все. Я бы еще разу походил. Походил. Я бы и дали так ходить и ходить и ходить. Ведь дуже дивный, той затопленый рай. Хочет медузы, дейк не вид гаряй. Лучше нам лизуть руки медузы. Так, сейчас будет перфект раунд, я убей. А-а-а, нет, но они все равно добавили аж две жизни или... Воу, восемь жизней, круто! Но это не перфект раунд. Я, по-моему, это что-то пропустил. Может, я какого-то врага... А-а, я, по-моему, оставил у тех, которые... А-а-а, Barrel Roll, блин, вот это очень сложно. Я боюсь, что я тут потрачу почти все жизни, честно говоря. Потому что тут... На огромной скорости надо перемещаться... Ой, музыка тут не очень. А-а-а... Вот тут я реально сейчас... Все, я готовлюсь. Тут, короче, просто... Ну, когда катятся бочки, он подпрыгивает очень низко. И поэтому тут надо как бы заранее... А-а-а, все, сейчас... Так... Мне... Уфа! Все жизни пригорят. Это как турбо-туннель, реально. А-а-а! Так, тихо. А-а-а! Тут так близко. Так, тихо-тихо. Я уже стресс-аут. Так, тихо-тихо. В смысле вода была? А-а-а! Вот. Вот это, вот это самое опасное. Тут некоторые шипы очень высокие. И нужно заранее как-то предвидеть. А камера ж не поспевает немного. Так, жоп. Вода тоже смертоносная, потому что... Он в ней тонет, короче. Так, тихо. Пока нет... Лучше не говорить. А вот эти длинные... Ммм, да. Тут надо в самый последний момент. Что-то я не готов. Не, я готов. Но блин, уже 7 жизней. Ничего, я только что набрал много. То есть мне... Должно хватить пока. А-а-а! Я увидел стрелку и прыгнул сразу так. Мне надо успокоиться. Я очень не хочу тратить континью, потому что музей очень сложный. И... А-а-а! Понутеншин, веришь? Вот этот уровень, это вообще... И музыка еще такая издевающаяся. Такая тут... Ту-ту-ту... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Типа, что тут сложного... Что, это обычный уровень? Хотишь себе больше ничего сложного. Немного, да Вот чуть-чуть, да Там надо очень высоко Турботональ напоминает тем, что нельзя Слишком близко подбираться к краю экрана И тут же нельзя просто регулировать Так По-моему, можно ускоряться И замедляться, соответственно Я держу назад, но оно, по-моему, уже не помогает Опять Каждый раз, точно так же Я меня аж предчувствую, что я сейчас, похоже, потрачу все жизни здесь Так, все Опять Каждый раз Две минуты, так, там Я тупо не хочу в это играть даже Вот это вот то, о чем я говорил в тот раз Когда говорил о том, что В играх такого типа мне не нравится Когда они начинают вдруг менять этот Ну, основную механику, короче Вот до этого я мог себе прыгать Там классно управлять Вообще, самая крутая игра Но потом надо катиться в бочки И ты ничего не можешь делать И тебе каждый этап убывает И это Агро-вентинг, в общем Мне нравится, что время заканчивается Ладно Тут легко Каждый раз Две жизни Она мне, честно говоря, аж немного это Как Типа голова кружится от такого Но ты через это Что знаешь Плюс 30 на улице И Жара вести Мне и без того Как бы было не осень Я тут еще Так О, наконец-то Там еще одна Кто ж знал Окей Я теперь запомнил Фух Так, все Надо просто помнить Что там нужно Чуть-чуть Чуть-чуть Позже Последняя жизнь Сейчас надо подобрать Попробовать вот эту Которая будет После этой кучи С бонусами А, не Не успел Одна секунда Я не хочу Показать Хорошо, что я Я сейчас Тупо В этот момент Порадовался Что камеры нет Что я себя не снимаю Когда записывают Делать слайп Потому что У меня выражение было Я тупо вот так вот Как это Ну Полностью застыл Такое У меня именно Челюсть зависла И тупо Такая Как чисто Если бы это было Видео То такое обстояние Что зависло Видео Как фотография О, мне это всегда нравится Когда он так делает Все-таки он же Акробат И когда он так Приседает И закрывается Крылом Это так классно смотрится Вообще Самый мой любимый персонаж Из Сигавских игр Наверное Ну после Конечно Еще Лестера Из Назер Уорлда Но Я в какой-то момент Понял Что в нем Все-таки Что-то такое Мрачное Запечатлено В этой игре В той А тут именно Вот прикольно Что он Ну многие Обвиняют Такой тип игр Что типа Это Мескот С краейз Вот это все Ну что типа Они В то время В то время Слишком много Игр Было Где все Пытались На Сони Как Акосить И так далее Но Айро Другой Ты посмотри У него выражение Он не надменно Смотрит Он именно У него прикольное Такое Он как бы Он не насмехается Над всеми Что типа Он такой крутой А он именно Ну я не знаю Само выражение У него Мне так нравится Что-то Он как Типа Такой Типа Ну да Окей Ну хорошо Типа Все Не почел Вот такое Что-то Ух так Все Не все равно Сколько я там Собрал Потому что Как бы Старс А Ну там Невозможно было Подобрать все Пауэрапы Потому что Получится Когда ты прыгаешь И подбираешь Просто Пикапс То О это по-моему Ду Де Бенжи Да Вот это Самое Мое любимое Место Вообще Реально Вот это Пик Это тупо Вершина Игры Потому что После этого Мрачный Самый Переод Начнется А вот Этот Уровень Это Вообще Такой Именно Вот Реально Сейчас Просто Тут Надо Короче Ааа Ну сейчас Сейчас Я все Покажу И музыка Тут такая Уже Такая Light Hearted Тупо Тут Играет Тупо Играет Играет Тупо 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 Мне так нравятся платформы, которые просто висят в воздухе вообще в играх. Вау, он клевал вниз как будто бы необычно. Моя последняя жизнь, блин. Если я нажму continue, интересно меня отбросят на начало локации, ну зоны всей. Или же... О, жизнь. Или на начало уровня, интересно, потому что я не мог этого проверить на картридже. Я только сейчас понял, ну точнее... Осознал насколько мне в принципе повезло, что... О, да, прикольно, тут на фоне такое всё, ну как... Короче тот же фон, но с другими цветами и уже такое как будто вечер, то есть как будто холоднее стало. Я понял, что всё-таки наверное на первом уровне я эту фотку делал. Так, ладно, я не дошёл до банджи, я даже не до полуровня. О, вот, вот это место, ааа, такое опасное. Так, ну и опасное тоже, как и всё в этой игре в принципе. Вот, тут чтобы открыть дверь и нужно получается do the bungee. Ооо, мне, короче... Да, ещё одна идея была. Так, что я не рассказывал, надо чтобы всё это рассказывать. А, да, на картридже получается у меня невозможно потерять жизнь, они просто не отнимаются, там какой-то хлюк. Причём в игре нет чита, который позволил бы добавить бесконечной жизни. Есть куча других читов, типа там бессмертие, какие-то бесконечные звёзды, там, ну возможность летать, постоянно выбор уровней. То есть есть читы, но на бесконечной жизни нету. А на моём картридже есть, и у меня никогда жизни не отнимаются, поэтому я в неё играю сколько хочу. И это так классно, ну, освобождает так. И поэтому мне сам игровой процесс настолько в ней нравится, что, ну, не надо переживать, там, насчёт, вот как сейчас у меня одна жизнь, и я уже, как бы, немного больше теншина, чем обычно, как бы. И это достаточно уникальный глюк, и я рад, что он у меня на нём есть, честно говоря, потому что, ну, это делает мой картридж достаточно уникальным. И саму игру, как бы, специально для меня сделано, и в том смысле, что мне нравится, когда жизнь бесконечная, и это, как бы, ну, это не, я не специально это сделал. А тут, как бы, по основным правилам надо играть, и поэтому, блин, сейчас потратится просто последняя жизнь. Так, ладно, бунжи. Тут, короче, надо крутиться, он с каждым опусканием будет всё ниже опускаться, и тут достаточно сложное управление. Так, о, вот, я уже не достаю. Ммм, вот это был мой шанс, кстати. Ап! Ключ, конечно, подобрался, но жизнь я тоже потерял, и я бы не хотел, чтобы так. Я бы лучше, конечно, как следует сделал. Так, ещё раз. Там, короче, надо под углом просто, там надо вот так, и потом вот так. Кстати, этот уровень напоминает в Артём Джиме был похожий уровень тоже. О, так, я хочу этот последний, этот, подобрать. Там ещё тебя толкал этот снот. It's not a problem. Так, наверное, на последнем нужно. Вот, 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 вот на УТ. А, вот, всё. И потом оно поднимает. Ну, я, наверное, ради пирога не буду, блядь. Мне всё равно. А, этот. Я не готов. О, сохранялка. Спасибо. Правда, не важно, потому что у меня последняя жизнь. А! Фуф, так. Здоровья мне. Будьте добры, преподнестите. Ка. Кто-нибудь. Может быть мне. А! Забыл, Бер, держать АП. Ау! О! Я, кстати, заметил на, потом на, на, уже на, на записанном видео, что, оказывается, часы добавляют всего одну минуту времени. То есть, не совсем такое полезное это. Не то ради чего, ну, нужно жизнью жертвовать. Вау, я сейчас вспомнил последний уровень. Такой классный тоже. Мне нравится, как там. Оу! Блин. Я просто сейчас умру от всего. И поэтому я даже не хочу многих сложных мест начинать. Вот, например, я сейчас могу убрать того пожарника, но, если я умру, то он, соответственно, восстановится и тогда не будет смысла. А я умру, как бы. Клейм-мога. Damn. Вот этого экрана, соответственно, у меня на карте же нету, поэтому... О, вот. Всё-таки в начало акта оно меня перекидывает. Аааа. Damn it. Ничего себе, так это сложно. Вау. Да, наверное, всё-таки вот этот уровень мне запомнился. Ну, точнее, музыка в нём нравится. Самая такая она не... Не грустная. А на том уровне, похоже, повторяют мелодию стирка, кстати. Такой классный звук этот, кстати. Как и во всей игре, в принципе, я сейчас понял, что мне вообще все звуки тут нравятся. Кроме тех моментов, когда тут иногда бывают глюки какие-то, когда, например, там, по-моему, на следующем уровне будут какие-то двери, и они настолько громко из-за глюка будут... Звучать, что оно, ну, заклинивает и громче, чем надо звучит. И ещё то, что звуки чуть-чуть громче, чем музыка, это тоже мешает. Особенно на телевизоре. Тут-то легко слышно, тут хотя бы стерео. Тут музыка сейчас играет слева и справа, и поэтому звуки не мешают как будто бы ей. А на каждой там же в моно, похоже, звук идёт. Поэтому там либо звуки, либо музыка, в общем. Вот это, похоже, основной путь, нет? А, нет. Я ж только что тут был. Эээ... С одной стороны, немного не прикольно, что мне сейчас на видео то же самое место придётся пройти, а с другой стороны я забыл сделать на этом уровне хорошо, поэтому я раньше отсюда попал опять. А! Внутри сколько он отнял здоровья, я не видел сколько у меня было, но похоже, больше чем одно. Потому что я всегда помню, что эти пожарники у меня убивали с одного удара. Тут ещё что-то должно быть, я как будто это пропустил. А-а-а! Так глупо. О-о-о-о-о! Единственное, что мне сейчас, конечно, чему я, мягко говоря, не рад, это то, что мне сейчас придётся ещё раз пройти... Барл-ру-о-о-о-о-о! Да, тут же надо с разбегу это делать, как будто бы. Ну и не с большого разбега, потому что можно не успеть, потому что камера не перспевает так. О-о-о-о-о-о! Классно, тут склоны, мне всегда так хочется сделать... Он, кстати, не скатывается со склонов, если... Короче, физика мне так нравится в этой игре, просто вообще не описать. Я там у кого-то... Точнее... Не именно... Ну, не... Короче, у... На канале SNES-FRANK есть обзор на... Типа всякие сеговские игры, которые владельцы Супер Нинтендо могли пропустить. И он там упомянул вторую часть Айро и сказал, что типа... Не смотря на то, что первая часть была достаточно базовой, там, и неинтересной, вторая часть чуть-чуть лучше, там, и почти нормальная. И меня, конечно, это возмущает, как фанаты вообще серии, как бы... Но в то же время... Сейчас... А, и он, короче, сказал... Там... Сейчас, пожалуйста, мне надо проверить... Нет, выкруто. О, есть! Вот что я пропустил в тот раз. Вот, теперь у меня будет Perfect Round. А, нет, не будет, я заставил одного врага. Может, еще не поздно вернуться. О! Сейчас, реально, вернусь в самое начало уровня, чтобы убить Титовоут. И я просто хочу узнать, каковы критерии этого Perfect Round, и поэтому так оно... Я заметил, что камера, когда назад идет, она не так сильно скроллирует, как... А, нет, все правильно. Вот тут, как бы, такая невидимая храница. А, ну и вот, это, в принципе, начало. Недалеко уже. Еееей! Такая огромная, вообще, пустая пространство, это круто. Так. Ха! Ха! Мастер! Эдплей. Оп! Не успел. Он слетел. Я на этом уровне... Ой, на этой, как бы, локации всей... Ой, еще очень нравится тот уровень, где надо скатываться по таким... Эээ... Водяным штукам, короче. Ой, а... Ну, ну, ну... Так жалко жизни тратить по таким пустякам, как... Учитывая, особенно, какой будет следующий уровень. А, сейчас... Оп! Так... Ох... Я вот сейчас примерно запомнил, что нужно будет делать в этом уровне, где барл ролл, но... Эээ... Сделать это все все равно непросто, знаешь. О, а тут... А, тут... Ну, все-таки, вот это место. Короче, тут, если... А? Наверное, не тут. А че... Ой-ой-ой, подожди. И они это минутку... Полетели, короче. А почему они ничего не сделали сюда? Я не понимаю, зачем тут платформа вообще? Может, тут что-то есть все-таки? Прикинь, если бы тут была какая-нибудь надпись там, или... Эээ... Типа, Easter Egg какой-нибудь. О, вау! У меня сейчас только тем вдруг вспомнилось, которые я хотел обсудить. Короче... Сейчас же... А, нет, подожди. Надо последовательно это все рассказывать. А, да, так вот. Этот Snapdragon сказал, что первая часть, типа, очень базовая такая и все такое. Но я вспомнил, как я вчера... Ну, или когда я записывал вот эту вот вчера... Ээ... Игра... Ээ... Когда проходил вот этот фан-парк, там было много таких... Вот как, например, вот это колесо, в котором... Вращающиеся платформы. Из которых нужно было прыгать, вот это предугадывать, куда они пойдут. И я понял, что мне само это уже нравилось. То есть, мне... Ну, нравилось ну... Интересно было это проходить, и мне аж захотелось в свою игру это все добавить. И я понял, что, несмотря на то, что кто-то может сказать, что эта игра, типа, очень такая базовая, там, и вторая часть, конечно, выглядит круче, там, и в ней все более такое, ну, типа, polished, и больше на, ну, на всякие игры похоже. Но мне вот именно в ней нравится вот эта ее, как бы, нескрываемость, вот эта открытость, то есть она наглядная очень, она... То есть, what you see is what you get, то есть, то, что видишь, то и получаешь в этом, ну, как это объяснить? Ну, это, кстати, классно, тут даже невозможно особо попасть на них, но все равно они так... А, ммм, возможно, все-таки. Век живи, век учись. Так, а куда? Сюда? О, смотришь, как он купается, аж самому хочется, так поплавать. О, деревья такие красивые тут, там. Так, вот на следующем, ой, на следующей... На следующем канате нужно все это делать, правильно? Так, ну, чекарный. Вау, там лезет, ой, это... Молния, молния, да. Вот мне сейчас не нужно столько здоровья, но мне нужно все подобрать, потому что... Эээ... Это считается за пикапс, то есть, мне... Ну, для того, чтобы был первый граунд, нужно собрать, похоже, все... Все звезды и все ячейки здоровья. И я понял, что это потому, что они иногда ложат, кладут звезды в те места, в которых... Их трудно достать. Например, на втором уровне было место, где вот та вот пушка, стреляющая пузыри, расположена была так, что ее можно было перемещать налево-направо, и таким образом, с помощью самого... Ух ты, тут... Вау. Смотри, тут... Возможно, снизу... Вау. Я не думал, что тут бывают такие платформы, вообще. Jump through это называется. То есть, платформа, с которой можно пропрыгивать. О, подожди. Здесь. Вау. Я должен это... Сломать эту игру, как говорится. Там что там может быть? Так. Там явно... Не, вряд ли, конечно. Ну, блин, если там было что-то, я был бы так счастлив. Так, а ну... Не, не, все-таки вряд ли. Да, это здесь. Вот этот уровень, все-таки. Ну, место вот это. Да, вот тут, если подпрыгиваешь, то он, короче... Оп. Да, чуть-чуть вот тут. И у... Нет. Вот так, вот так все-таки. Так. Тут трудно... А, может, в эту сторону. Тоже это так интересно смотреть, наверное. Ну, я, как бы, воссоздаю то, как я в это играю все-таки. Вот. Вот это, вот этот скриншот... Это тоже, вот, одно из моих любимых мест в игре. То есть, до этого, вот, на том уровне пятый акт цирка мне нравился, но и первый акт Вудз, это тоже второй, как бы, мой любимый уровень в этой игре. И вот этот, вот, экран я брал вот так вот, и именно скриншот из него делал, потому что... Это вот именно самый такой пик свободы. Тут еще закат классный, и он еще вот так вот, как между горами такой висит, и оно так красиво. Меня это вдохновляло делать такие свои собственные рисунки в таком стиле. У меня на телефоне, короче, был такой небольшой, как редактор изображений, где можно каждый пиксель выбирать, разные цвета, и, ну, как рисовать, короче. И я, типа, пиксель арт уже тогда на телефоне делал, то есть, в 2006 году, еще до того, как, как бы, компьютер у меня появился, еще такое. И вот Айро меня вдохновил на... Точнее, даже вот именно вот этот фон, вот этого уровня. Как бы навеял... О, тут еще минуту добавили. В общем, у меня была подобная... подобный рисунок был. Так, сейчас. Тут, по-моему, самый страшный вранк. Ауа! О, есть. А, not so scary now, are you? Говорится. Какая же все-таки классная игра, тем, что она дает возможность вот так вот, знаешь, именно вот... Вот так вот делать, вот так, вот так, как угодно, то есть, полный контроль. Оно, вот... Ах, я не могу написать, насколько мне это нравится. И он еще довольный, ему самому нравится это все. Вот это тоже круто. Нет. А в чем заключается, собственно, перфектраундность? Я, похоже... Так, нет. Я не понимаю. О, я сейчас умру тут. Две жизни. Две жизни мне явно не хватит. Ах, и как? А, три. Да, это все меняет, конечно. Каждый раз. Так, после воды, после воды, после воды начинается высокий. После воды не нужно прыгать. Не нужно прыгать. Сейчас. А-а-а! И вначале не нужно прыгать. Вот, кстати, поэтому я, кстати, не рискую подбирать всякие предметы, потому что они их так располагают, что ты прям прыгнул и прям в воду приземлялся. Рано, рано. Раз. Раз, два, три. Три. Вот сейчас высокий. И еще один высокий. Сильно поздно. Средняя жизнь. Ну, еще нулевая, наверное, будет. Ну, знаешь, тут они так быстро расходятся. Так. Одну успел, вторую. У меня столько напряжено. Вот это перед, короче, после второй, после второй лужи, ну, это озеро. Оно же прям внутри так все, ну, короче, stressful. Я знал, что это произойдет. Game over. God damn it. Жалко, знаешь. Ой, я хочу почитерить сейчас. Тут, короче, я недавно узнал, что если вот тут нажать вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо, то добавится ровно одно континни. То есть, каждый раз можно добавлять по одному континью и таким образом продолжать игру. Но, поскольку оно возвращает в начало акта, акт все равно нужно будет перепроходить. И поэтому, как бы, это не, ну... Я не хочу перепроходить, знаешь ли, опять то же самое. И у меня нету сейвов на этот. Точнее, я сейчас не буду записывать, наверное. Я сейчас выключу и, наверное, как, пройду еще раз barrel roll. И, о-о-о, я не знаю, честно говоря, это так сложно, учитывая, что тут континни все равно. Может, почитерить, может, сейчас выбор уровня сделать. Это будет прикольно, кстати, чтобы... Да, я, пожалуй, я хочу, чтобы это было такое, знаешь, holistic experience. Чтобы показать все, что эта игра, как бы... О, он такой крутой тут с очками. Сейчас Moonwalk сразу. И вот этот стэшки. Вот это музяк. Так, смотри, короче, тут есть чит. Я сейчас попробую его вести по памяти. Я уже забыл этот пароль. Так, сейчас. А, вот, смотри. Право, лево, C, A. Право, лево, C, A. Потом... Вниз, A. Дверг, B. Влево, C. Право, A. Нет. Я уже забыл. Подожди, так. Надо в опции зайти. Потом... В меню. Пусть пока играет что-то хорошее. Нет, это слишком хорошее. Ай. Я не могу. Вот это пусть пока играет. Так, я... Сейчас в блокнотах своих буду рыться и искать пароль выбора уровня. Сейчас. Я понял. Эмулирую... Ну, симулирую, короче, то, как я бы играл на картридже. То есть, вот, я забыл, что есть квик-сейв. И так, сейчас, вот. В меню. Нужно нажать. С, А, вправо-влево. С, А, вправо-влево. Теперь. Ой, не получилось, кстати. Еще раз. Я так все ломаю. Так. С, А, вправо-влево. С, А, вправо-влево. Если я правильно все сделаю, то там будет звук такой. Как, 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 как жизнь добавить. Точно, это А. О, есть, вот. Не, отвел, правильно. Теперь надо начать игру. Первый уровень. Все как, как обычно. Дождаться, пока начнется начало игры, пока Айро из телепорта не вылезет. И как только он вылезет, нужно потом нажать следующую. Оп. Теперь ставим на паузу и нажимаем. Вверх-С, вниз-Б, влево-А, вправо-Б. И, вот, получилось. И теперь нужно зажать А и С одновременно. И держать. Вот если я их отпущу, то меня перекинет просто на следующий уровень. А если держать, 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 держать. Вот. Вот это читерский экран, в котором можно выбирать любой уровень. Е-е-е-е-е. Теперь все, ну, теперь на записи останется, как бы, то, как в эту игру играть, вот, именно, на, ну, на картриджах. Бонус-стейдж, босс-стейдж. Так удобно, кстати, классный экран. И тут, кстати, можно тоже еще ввести еще один чит, о котором я не знал, кстати, который я только сегодня нашел, пока я, ну, искал информацию о том, есть ли тут вообще пароль на бесконечной жизни. Оказывается, нету. Но есть пароль, ну, если тут ввести еще одну комбинацию, какую-то там, там, что-то вниз, вверх, влево, вправо, такое что-то, то откроются бесконечные звезды и непобедимость. Но я не хочу так играть, это совсем читерство. Тут, в данном случае, я просто выбираю уровень, чтобы не перепроходить вот эту бочку, потому что, ну, я его уже прошел, и я вряд ли сейчас хочу еще раз его проходить. Так, первый уровень я прошел, потом бочка, значит, на третьем я остановился. Это не фан-парк, а аутсайд. И еще я хочу сделать себе сейв, чтобы, если что, потом выбор уровня, потом у меня был, как бы, всегда доступен. А дальше буду сохраняться уже, как всегда. Ну, короче, да, попытаюсь. Видишь, я, я все честно показываю. То есть, это, по сути, выбор уровня. Если бы в игре давались пароли на локации или на... Вот, например, во второй части уже даются пароли, кстати, на зоны, получается, на areas. То есть, там, если ты прошел первый, вот этот Bell Castle, потом попал в Red Fort, вот этот зимний, то тебе даются уже там портреты, ну, пароли с четырех портретов, которые вводишь, и ты уже, как бы, короче, там классно сделали, а тут еще этого нету, поэтому приходится выбирать уровни вот так вот. Но, я не считаю, что это прям совсем читерство. Это, наоборот, очень удобно. Хорошо, что тут такое есть. Иначе, всю игру пришло проходить сначала, это бы, это очень не круто. Так, я надеюсь, что это stage 3. Да, это же панчик, да. Странно, что они не показали. Этот не прыгнет. Да, это, это, нет. Я же, как понимаете, на своем канале стараюсь, а, так, тихо, офу, максимально за аутентичность. То есть, вот, например, у меня игры не выглядят так, как они, ну, по умолчанию на эмуляторах выглядят. Я могу показать, как они обычно выглядят, кстати. Чтоб ты понимал, как обычно, ну, всякие летсплееры делают. А я у себя стараюсь сделать максимально приближенно к тому, как оно на приставке, потому что, ну, я знаю, как оно выглядит, и хочется, чтобы оно адекватно отображало суть, потому что на эмуляторах оно совсем не так будет. Так, сейчас. Надо такое сделать. Хотя, это тоже эмулятор, ну, ты понял, научим, и так, а это, нет. Сейчас хочу не умереть еще тут, почему-то, сегодня. Тут так трудно, тут, ну, короче, когда в одну сторону начинает двигаться, то уже трудно потом свернуть в другую. Но много раз, и, ах, вот это, одни шипы, а их уже достаточно, так, не достал немного. Эх, так близко. Так, а если, вот так, вот это было вообще издевательство. Тут так, вот, классно ощущается, вот, вообще, сила, вот, вот реально его сейчас растягивает, и, эм, когда он попадает в воду, оно замедляется, и от этого ощущается сопротивление воды, и с каждым, эм, ну, вот этим раскачиванием, он все выше становится, и оно так реалистично от этого, я вообще, я только сейчас осознаю, насколько они проработали, вообще, физику в игре, вот тут, вот, вот, когда в воде, то там сопротивление такое, там, там очень трудно разворачиваться, становится. Шипы, кстати, повреждаются обоих сторон. Так, нет. мне в любом случае нужно, о, есть, вот, да, это был идеальный способ. Фух, класс, я еще радуюсь, что я, о, есть, что я достал, ну, точнее, получил, тут, короче, когда слишком низко их бьешь по ногам, то всегда повреждаешься, то есть, ты из-за того, что, как бы, подставляешься, то они, типа, тебя бьют, там, то есть, нужно как можно выше быть, а тут, я поскольку был в таком тоннельчике, небольшом, то трудно было. Встречает. Да ну, и не дает же выбраться, так. Cut damn it. Надо хотя бы до сих пор это сейчас допрыгнуть. Потратил, столько жизни, у меня только 8 было, по-моему, не, 6, 6. Случайно. Тут нельзя сразу, кстати, выбраться с нее, похоже, нет, кстати, она за, заскриптованная. И я сейчас еще смотрю на сам канал, как он прикольно делается, он реально разворачивается, каждый элемент, как разбивается, и это так прикольно, я хочу подобное сделать. А, так вот, из-за того, что этот снэш-дранд, сказал, что первая часть слишком такая базовая и поверхностная, я понял, что мне наоборот нравятся такие элементы, вот, и я в свои, и из-за этого, короче, меня это вдохновило вчера в своей игре продолжить делать всякое, ну, всякие двигающиеся платформы, там, такие, типа, ловушка, вот, помнишь, я, получается, на уровне, ну, на своем любимом уровне, здесь играет, вот эта музыка классная, сказал, что было бы прикольно, если бы здесь были такие, как, типа, ловушки, локальные, такие, типа, вверх-вниз двигающиеся, такие тонкие штуки, или типа того, и потом я нашел, что, так, сейчас, сейчас, не-не-не, я сбился, у меня мозг не всегда поспевает, на последнем уровне там будут такие ловушки, короче, я пока не могу их, естественно, показать, туда еще дойти, ну, вот, и я в своей игре, короче, решил подобное сделать, и я понял, что это, как бы, реально, там, не так очень сложно такой behavior добавить объектам, ну, чтобы они просто вверх-мис перемещались и погреждали персонажа, ну, и, короче, меня это вдохновило вчера просто свою игру продолжить, вот этот сам факт, то есть, я так благодарен игре Aero, за то, что она меня вдохновляет, и, ну, не оставлять вот этот свой проект, там, с, короче, вот, я когда вот это вижу, что сейчас происходит, платформы просто в небе, как бы, просто шипы, то есть, вот, каждый объект, это вот, он не пытается там какой-то реалистичный мир показывать или типа того, он именно вот for fun сделан, то есть, тут все именно с целью сделать весело. Так, тихо. и когда я это вижу, то я понимаю, что, ну, не нужно каких-то невозможных себе этих требований от себя, в общем, делать, и вот даже что-то подобное, если бы я смог когда-нибудь сделать, это для меня уже было бы такой победой вообще. Короче, мало того, что эта игра такая красота, она еще вдохновляет на, ну, на собственное творчество или на попытку создать подобное. Подожди, я рискую всем, но хочу попробовать. Ага, нет. Они могли легко поставить сюда шипы, и это уже было бы коварно с их стороны. О, вот так, следующая банджа. Мне очень жалко сейчас будет эту потерять молнию, потому что на этом уровне, похоже, уже гораздо больше будет сейчас. О, вот это место, сюда. Ну, шипов. Там на последнем вообще будет еще больше. Так, по-моему, за третий. За третий нужно долететь. Нет. Может, если вот так. Там просто верхний и... Если сраскачиваешь как можно дальше направо, потом как можно дальше налево и она смещается. О, тут сложно на самом деле. Тут сложно... О, так, оно замедлилось. Сейчас надо скачать сюда. Теперь сюда. Собственно, это не... О, есть! Фух! Самое главное сделано, теперь осталось не умереть от... А-а-а... Фух, хорошо. А-а-а! Оно такое неповоротливое! Оно выглядит классно, кстати, но и ощущается еще лучше, когда ты всем этим управляешь вообще. I can't... stress this enough, как говорится. То есть я... Как бы... Ну, я просто играю, чтобы показать, почему мне эта игра нравится, по сути. Но я в то же время ее и рекомендую, как бы. Особенно тем, кто тоже может думать, что вторая часть... Damn it! Ради звездочки! Потерял целую молнию. Так жалко. Особенно тем, кто может играл во вторую и думает, что вторая лучше, как бы, но в этой намного... Ну, тоже свои плюсы, короче. Жалко без молнии теперь. Ну ладно. Полетим. Так, Тут что? Так, это явно не все в этом дереве. Мне кажется, если бы я туда... Хотя нет, а шок там еще могло быть. Вау. Знаешь что? Мне кажется, там что-то есть. Я хочу проверить вот так вот, разогнаться, короче, и... Если бы у меня была молния, ну не, вряд ли. Я не думаю, что она меня поспасла. Да нет. Даже если бы я там перепрыгнул, я бы вряд ли смог долететь аж с того дерева до... до тайника, который, возможно, есть в стене, если там, конечно, есть что-то такое. Сомневаюсь, потому что там не так уж и много места. Хотя, мне трудно вообще-то представить, как тут уровни выглядят. Интересно, кто-нибудь делал карты этих уровней? Потому что, ну, почти для всех игр уже давно сделали, как бы, такую склейку из всех экранов, где виден полностью весь уровень с фоном, ну, раскладка всех объектов. Оно классно, так и надо смотреть, но это все, и, типа, вот в целом видеть, то есть, что уровень пытается сказать. Вот, например, вот этот уровень похож немного на уровень из фан-парка, там, где надо было открывать двери просто. Но тут еще, помимо этого, нужно раскачиваться, это в самом по себе. Ой, тут, кстати, шипы поставят почти в самый низ. Тихо, тихо. Там, в одной из них будет так коварно, они просто вот, ну, уже не скрываясь, будут шипами ставить «Ах!» Там можно на них упасть, даже ничего не делая, короче. «Ах!» Это так близко. Вот тут я уже не достану. Все. «Банжи!» Это же в «Тервяках» есть такая фраза. Ну, кстати, я никогда не знал, что в «Ворунсах» делает, собственно, вот это «Банжи», так называемое. «Ах!» «Ах!» Вот так вот обычно происходит здесь. Я так понимаю, для того, чтобы оно сработало, вот это «Банжи» в «Ворунсах», там надо быть с самого краю какой-то платформы, то есть, ну, либо на краю уровня, либо еще где-то, где, как пропасть. «О, есть!» «Класс!» «Ну, это, по-моему, был самый правильный способ это сделать, потому что длина, длина как раз такая была, что между ними». «Так, по-моему, еще один будет вот этот, не?» «Если да, то это реально будет прикольно, потому что они как сделали из этого «паттерн». «О, это конец!» «О, я уже не ожидал». «Ну, это не перфект раунд, я почти ничего не сделал». «Правильно». «Ну, жизнь добавит». «Да». «А за сколько тут интересно добавляют жизнь? Я как-то никогда не следил. Я в «Блэйд оф Мэнджинс» следил. «О, я их прошел, блин, я их записал полностью прохождение, но я их не опубликовал, потому что я тогда злой был, ну, точнее, не злой, у меня сильная игра раздражала, короче. «О, Rapids!» «Класс!» «Вот это тоже, это то, чего я ждал». «И я, ну, мне не понравилось, как у меня записалось, оно, поэтому я ее тупо скрыл в видео». «А, тут еще музыка, вот такая, типа, как кантри такое, ранчо». «Заметь, как камера опускается, вот, она никогда так низко вообще не должна быть. И тут ее нельзя даже двигать, кстати, она сама». «Короче, этот офигенный уровень тем, что кажется, что тут нужно все время вот так, как бы, катиться просто по склонам, но на самом деле можно все время вот так делать, ну, подпрыгивать по ним и таким образом собирать все, то есть тут невозможно ничего пропустить на самом деле. Кроме вот той жизни, которую я вначале уже пропустил, кстати. Так, сейчас. Тут просто нужно очень конкретный момент нажимать прыжок и туда. Так. И тут еще нельзя это делать двойную, эту, ну, так, вот сюда одна. Короче, нельзя сверловую атаку вот эту делать. Оно такое... А! Так. Оно как бы быстрое такое все и типа теншин там, но оно классное. Ну, тут очень большой, как бы... Короче, управление тут много дают возможности. Тут можно крутиться в воздухе, можно отпрыгивать, можно очень, ну, большое количество контроля над происходящим, как это сказать. О, вот, например, вот там вот жизнь скрыта. Так, и для того, чтобы туда добраться, нужно очень в определенный момент нажимать прыжок. Тут сложно, потому что как только он приземляется, он сразу начинает катиться и тогда... Ах, есть! Вот, даже тот факт, что я могу вот так отпрыгивать, он позволяет, ну, более готовым быть к тому, что впереди. И оно вот этого классно. А, да, я, кстати, этот уровень записывал на на видео еще до того, как... Ну, короче, вообще в 2000 каком-то лет 5 назад. По-моему, то ли на телефон, то ли еще актер. Мне просто не хотелось терять вот сам... Я не знаю, я не могу, я когда я сам играю, то потом очень жалко, что вот это все не записывается, и я потом не могу этого использовать в видео там или еще где-то. И если я возьму чье-то видео, где он прошел эту игру, это не то будет, потому что, ну, они по-другому играют и все такое. А тут я, типа, записываю свой экспириенс с этим уровнем. И это более аутентик. Как он. А? Сейчас... Там будет самое сложное, когда выборы начнутся. Вот, по-моему, уже вот сейчас. Там будет сейчас такое, как развилочка. Не, не здесь. Там сейчас в одной из них будут враги даже. Вот это, по-моему, с выборами. Либо налево, либо направо. О, вот. Тут надо выбрать... А, нет. А! Чуть-чуть не долетел. Она тоже, ну, tension такой, напряженную, то есть, ну, не так, прямо, unforgiving, как вот этот уровень с бочкой. То вообще издевается. Ау! Одна минута. Как можно это за минуту пройти вообще? Кем надо быть, чтобы это пройти за минуту? Я просто не хочу пропускать ничего, поэтому мне хочется... О, вот тут... А, нет. А! О, вот. А, нет. Вот, а, вот тут. Тут явный был выбор. Ау! Тут, ну, направо нельзя было. Тут надо было сразу налево. А в одной из них там непонятно сразу. То есть, сначала сворачиваешь и не знаешь, что далее ты свернула. Потом дальше оказывается, что там была ловушка, поэтому приходится перепроходить. Так. Устяка. Я не могу. Оно выше. Там аж три блока получается. И там, получается, нужно немного разогнаться. Потому что я только что перепрыгивал вот так, как я обычно прыгаю. То есть, просто прыжком наверх, по сути. А там надо как бы держать вперед, что ли. Я, честно говоря, не знаю даже, как там прыгнуть. Там мало места для того, чтобы разгон взять. А! Так. И вот так. Ох. Да. О, вот тут, например. Вот я не уверен. А что было бы, если бы я вот сюда пошел? А-а-а-а-ут? Молодцы. Ха! Прикольно, что тут можно возвращаться. Понимаете? Они все-таки учли, что тут так можно делать. Потому что иначе я бы не смог подобрать эту жизнь. Да, то есть тут специально так сделали. Круто. Я тупо невольно поражаюсь тому, как тут классный именно гейм-дизайн, левл-дизайн и все такое. О, все. Вау Тут можно так делать Я надеялся, что тут так можно будет сделать И тут можно Я, конечно, такой полноценный Explorer type Есть же три типа игроков В целом Там какая-то пирамида Какого-то ученого Еще который сто лет назад Эту систему изобрел И, короче, некоторым важнее Первым быть в списке рекордов Там больше всего очков набрать Или быстрее всех пройти Ну, конкуренция, вот это все То есть Achievers, по-моему Потом Explorers Explorers это те, которые пройдут мимо босса И будут смотреть, какие под ним цветы Или на фон будут присматриваться И вот я тоже У меня больше всего вот этот тип Который изучает то, как уровни сделаны И все такое Для меня это самая классная выигра Так, ладно И еще какой-то А, ну еще там вот этот Третий, которому Важен аспект общения Там, типа В играх же можно О, подожди Ноль жизни Ноль жизни и последний акт Я не помню даже, что здесь будет По-моему, это босс, кстати О, нет, все В музей Музей, акт 1 Explore the museum Я дошел, я дошел таки И тут знаешь, что будет? Тут будет сейчас самая классная песня Вторая самая классная песня Нет, не здесь На следующем уровне Сломал Но я, честно говоря, даже рад Потому что О, подожди Так я же хочу Да, я хотел Для каждого мира Отдельное видео сделать Тогда все То видео закончилось Ну, точнее Это видео закончилось Короче, я выключаю пока И сейчас Разделю видео И следующее Запишу с последним Ну Чисто последний мир Полностью пройду Так что Да, выключай Я считаю, что этот выпуск Получился достаточно неплохим Потому что Я сегодня явно Более настроен на их ранее Чем в тот раз Когда я записывал первые два И Поэтому Даже хочется перезаписать Все-таки Однажды Тот Но посмотрим Как будет А, в смысле Выключай Субтитры сделал DimaTorzok